Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Ира и у меня очередные слепые затесты от моего зрителя Кристиана. Вот такие ароматики Кристиан приготовил мне в этот раз. Здесь всего 6 ароматов. В прошлое видео мне очень понравилось снимать, Кристиану очень понравилось смотреть мою реакцию и от вас был хороший отклик. Поэтому мы решили продолжить наши слепые затесты. Итак, давайте начнем. Первый аромат. Здесь Кристиан всегда очень детально все продумывает, организовывает. За это ему огромное спасибо. Кстати, пока мы не начали, я хочу сказать о том, что у Кристиана есть свой канал. Он не парфюмерный, он такой обучающий. Кристиан это преподаватель английского языка. У него очень интересный канал, все так с юмором и доступно. Я не изучаю английский язык, как-то не интересуюсь, но зашла вот ради интереса на канал Кристиана и просто залипла. Вот мне нравится его подача, поэтому поддержите Кристиана подпиской, лайком, все как обычно. Ссылку на его канал я оставлю внизу в инфобоксе. Итак, номер один. Сначала обнюхиваем, инспектирую свои руки, все в порядке, буду наносить вот сюда. Только что, кстати, помазала руки кремом, поэтому должно быть все очень хорошо на такую увлажненную кожу. Ой, попала на палец. Попала на палец Убироз. Это цветочный аромат. Здесь есть вопросы. Кристиан, как я уже сказала, все продумывает. Мужское и женское? Женское. Дорого, дешево? Ну, скорее дорого. Люкс или ниша? Люкс. Тип аромата? Цветочный. Ну, цветочный однозначно, возможно, как-то цветочно-восточный. Вот в нем есть такая глубина, много цветов. Аромат цветочный, вот на мое такое мнение. Субъективный. Отгадай ноты. Ну, что отгадать? Цветы, как бы, не знаю, какие. Опять, гордения, возможно, жасмин. Вот что-то такое туберозное. Обычно гордения так маскируется, скажем так, маскируется под туберозу, поэтому, ну, может быть, такой момент. В целом, цветы. А, может быть, на амбровой подложке. Такое тягученькое что-то. Ну, неплохо. В принципе, неплохо, но я не являюсь любителем цветочных ароматов. Так. Разгадка. Это Revlon Charlie Gold. Здесь цена сразу стоит. 160 гривен. Ну, это капец, как дешево. А я сказала, скорее, дорого, да? Люкс или ниша. Вот я сказала, люкс. Он знаете, мне что напомнил, пока я еще не начала ноты читать? Он мне напомнил поэму вот ломком. Немножко, вот немножко. Верхние ноты. Апельсин, абрикос, сандал, карамель, гвоздика. Кстати, вообще не услышала. Средние ноты. Слива, амбра, корица, фиалка, белая фрезия, персик, жасмин и роза. И в базе мускус белый кедр. Ну, капец. Наверное, это белая фрезия, да? Которую я перепутала с горденей. Ну, вот жасмин и амбру я угадала. Блин, ну, аромат реально, вот он интересный. Он интересный и он мне понравился. Он дешевенький. Ну, потому что 160 гривен, это вообще ничего для аромата. Он такой плотно, плотно цветочный. Классно. Идем дальше. Номер 2. Номер 2. Номер 2 буду наносить уже, соответственно, вот сюда. Что-то совсем не идет. Все пальцы на... Ох, очень мне нравится. Мужское и женское. Что-то я не написал унисекс. Это унисекс. Это явный унисекс. То есть, или туда, или туда. На всех можно, а всем нужно. Дорого или дешево? Это дорого. И это ниша. Типа аромата. Ой, слышу почули. Почули пошли. О-о-о-о. Такие маслянистые. Такие жирнючие. Такие лесные. Немного сырным. Таким оттенком, как я люблю говорить. Такие почули добротные. Ой, класс. Хоть я не люблю такие почули, но мне этот аромат что-то так нравится? Типа аромата? Ну вот я даже не знаю. Но опять же восточный какой-то, мне кажется. Наверное. Вот ароматический какой-то. Бальзамный. Вот какой-то такой. Отгадай ноты. Ну вот почули как бы сразу. Возможно деревяшки. Есть какая-то сладинка. Вот вы знаете, так интересно, потому что почули довольно яркие. Но тем не менее можно в этих почулях там порыться и услышать какую-то сладость. Я не знаю, что это. Возможно, это сладкая амбра. Возможно. Ой, классное что-то. Что еще у меня тут? Что-то сейчас вот крутилось в голове и вылетело просто. А, опиши тремя словами. Первый я, наверное, это пропустила. Опиши тремя словами. Я не знаю. Просто классный нишевый аромат. Я не знаю, как его описать. У меня даже ассоциаций нет никаких. Вот ассоциация просто почули всплывает в голове. Жирные, классные. Короче. Давайте же посмотрим, что это такое. Лоран Мацоне Велено Доре. Это, по-моему, аромат, о котором Кристиан мне говорил. Золотой яд. Говорил, что он на себя его нанес. И, короче, там такой шлейф, что он там чуть с ума не сошел, чуть сознание не потерял. По-моему, об этом аромате. И мы с ним даже еще думали, как правильно сказать. Лоран Мацоне или Мазоны. И пришли к выводу, что правильно говорить Мазоны. Да, Кристиан мне еще просил исправить. Если я правильно помню. Он классный. И Кристиан очень надеялся, что он мне понравился. Ну, вот видишь, у нас с тобой вкусы все-таки совпадают в чем-то. Ну, во многом, да. Классно. Реально классно. Золотой яд. Верхний нот и красный перец, мускатный орех, ром. Блин, я никогда не угадываю мускатный орех. Вот он мне всегда сверлит мозг. Я его как бы слышу, но не понимаю, что это. Он мне как-то так интересно звучит. Ноты сердца почули, лист табака. Кстати, лист табака может давать сладинку. Наверное, именно вот этот лист табака показался мне вот этой сладинкой в гуще почуль. Базовый нот американская вишня. Амброванин. Ой, амбруга, да? Ну, вишню как бы я совсем не слышу. Может быть, шкурочку вину. Вот эта вот сладость какая-то есть. То ли это табак, да, замешанный с этой вишней. Ну вот, ну прикольный. Короче, аромат очень мне понравился. Конечно, бомба-пушка. Но я угадала, что это ниша. Я угадала, что это дорого. Я угадала, что это унисекс. Это же унисекс. И я угадала низко нот. Поэтому я молодец. Так, номер три. Мне уже нравится цвет жидкости этого аромата. Посмотрите, какой фиолетовый. Так. Будем наносить вот сюда. Ой, блин, что все таки знакомые. Это дым ладан. Я уже говорю сначала ноты. Но мужское и женское. Ну, как бы это унисекс в мужскую сторону. Дорого, дешево. Однозначно это дорого. И однозначно это ниша. Тип аромата. Опять же, дымно-бальзамно-восточный какой-то. Очень похож на лауда-ну-нейру. Очень похож на черного афганца. Вот туда. Дым, ладан, деревяшки. Какое-то подкопченное что-то. Это я уже ноты как бы отгадываю. Дым, ладан, деревяшки. Такое самое яркое, что я чувствую. Я пишу тремя словами. Но у меня сплошные ассоциации. То есть это либо лауда-ну-нейру, либо блэк-афгану, либо третий их какой-то собрат. Ну, они как бы не похожи, да, наверное. Не знаю. Может быть, это один из них. Но как бы вот в одном ключе. Но, опять же, нельзя тоже сравнить лауда-ну-нейру и черного афганца как родных братьев. Нет, они все-таки двоюродные. Вот. И это как бы, ну, их отцы, не знаю. Давайте посмотрим, что это. Ле Ликит Имажинер Фортис. Кристиан, ты меня балуешь. Мне очень нравится этот бренд. Это уже третий аромат от тебя, который я отдыхаю. Классный. Шафран. Как я не угадала шафран? Я очень люблю шафран. Кумин, ут и нагармота. Что это? Ут? Да, ну вот деревяшки ут. Средний нот. Ут такой приятный здесь. Деревяшестый. Средние ноты. Гуаяк. Белый кедр. Америз. И ветивер. Базовые ноты. Серая амбра. Почули, сандал, ваниль и мускус. Классный аромат. И, по моему мнению, очень похож на черного афганца. Очень, ну, как бы, где-то перекликается с лауда-ну-нейру. Если вы со мной согласны, ну, как-то маякните, да, об этом, Кристиан. Если это так, то скажи. Если тебе тоже, как бы, похоже. Так, идем дальше. Четвертый аромат. Как интересно. Четвертый аромат наносим вот сюда. У меня же все... О, здесь перчик. Перчики почули. Как будто бы сразу. Мужское и женское. Это, опять же, унисекс в мужскую больше сторону. Это дорого. Это ниша. Это... Затрудняюсь сказать, какой тип аромата. Здесь очень яркие почули. Очень яркие почули. Опять же, с сырным оттенком. Всегда, когда почули с сырным оттенком, для меня это сигнал о том, что это нишевый аромат. Но не всегда. Не всегда, потому что вот я тестировала аромат от Джессики Симпсон, такой зелененький, да, когда-то мне Валериана высылала его. Ну, там прям почули капец. Вот похоже на вот эти. Но смягчается. Тип аромата, ну... Ну, это же, не знаю, тоже какое-то восточное что-то, наверное. Вот, называй восточное, не ошибешься. Восточное, там их столько вариаций на тему. Восточно-цветочное, восточно-фруктовое, и пошло-поехало. Ну, это здесь, конечно, очень активные почули. Такие даже горьковатые. Отгадай ноты. Ну, вот я пока только почули угадываю. Возможно, опять же, какое-то дерево, возможно, ветивер, возможно. Очень-очень-очень почульный аромат. Но они, в принципе, удобоверимые. То есть, нету такого прям яркой такой плесени. Вот нету. Не знаю, что здесь сглаживает это все дело. Ну, короче, давайте все-таки посмотрим отгадочку. А, опиши трема словами. Сырная тарелка. Блин, это два слова. короче, так. Андегран, Андегрин, Блэк. Андегрин, когда-то мне Наташа Золотарева высылала два аромата от этого бренда. Они мне вообще не понравились. Вот это достаточно неплохо. Достаточно неплохо. по крайней мере, лучше, чем вот эти два предыдущие. Я, хотела сказать, кастрировала. Это ужас. Тестировала. Розовый и тестировала золотой. Вот сейчас черный. Верхняя нота имбирь, корица, перец. Средние ноты бобы, тонка, кофе и лакричник. Капец! Здесь вообще нет пачули. Базовые ноты береза, гуаяк, ладан и ут. Это все, я провалилась. Я этот аромат вообще не угадала. Почему-то для меня здесь сырные пачули. Может быть, это гуаяк. Ну, типа ладан и ут. Но ни бобов тонка, ни кофе, ни тем более лакричника здесь в помине нету для моего бедного несчастного носа. Лакричник я слышу обычно. Как бы, это очень ярко. Я не знаю, может быть, это просто одно название или, может быть, это далеко в базе оно пойдет, но как бы нет. Для меня это все-таки пачули, которых здесь нет. Вот такие метаморфозы с этим ароматом я совершенно не угадала. Пятый. Идем дальше. Давайте вот сюда нанесу. Так. Сначала все время палец дыхаю. Так, так, так. Ой, честно говоря, у меня устал нос. Это перец на старте. Мужское, женское. Мужское, скорее. Но, опять же, унисекс. Это, это дорогая ниша. Не, дорогая. Средняя. Вот, средняя ценовая категория, но, мне кажется, это ниша, это унисекс в мужскую сторону, типа ароматов. А, такой фужерный, это пряный фужер, я бы так сказала. отгадай ноты перец, какие-то цитрусы. А, возможно, лаванда, возможно. Сейчас он так открывается, интересно. Ой. Ой, что же он мне так напоминает? Не в парфюмерном плане, а вот в бытовом. Вот где-то я слышала уже этот запах. Как будто бы вот полироль, но это не полироль. Опять же, может быть, это дерево гуаяк вот так вот играет. То есть, такая какая-то древесина, такая грубая, отстоявшаяся, вот что-то такое. Возможно, почули тоже. Вот есть этот момент такой влажный, сырой. Опиши тремя словами, ну, это сырая такая древесина, наверное. Не знаю. Почему тремя, а не двумя? У меня все время двумя, получается, описывать. Так. Лоран Мазона. Опять Kingdom of Dreams. Царство снов. Блин, какой из них, о каком из них ты говорил, Кристина? Я не помню, может, это вот это у тебя башню снизу? Ну, Ну, как бы, он мне то понравился-то, в принципе, ну, как бы, я бы такой не носила, честно скажу. Верхний, но черный перец, мускатный орех и еменский ладан. Мускатный орех, это у меня всегда проблема как-то угадать. И с ладаном тоже. Я вот все время ладан, ну, путаюсь с чем-то, ну, черный перец угадала. Средние ноты, марокканский кедр, титянский ветивер и пачули. Ну, будем считать, что кедр я угадала, это будет у нас дерево, да, вот эта самая древесина. Базовые ноты, амбра и мускус. Если есть амбра, то она такая, может быть, серая даже. Такой аромат грубый, очень грубый, но такой мужской, все-таки мужской. Так, ну и последний, шестой. Вот после вот этого последнего аромата у меня аж вот здесь пазухи, мне кажется, пекут. Там перца прям много положили. Так, ладно, давайте последний протестируем. Вот сюда. Такой активный пшик. О, это что-то такое милое. Классное. Мужское, женское? Не знаю. Наверное, женское. Вот скорее женское. Дорого, дешево? Ну, это средняя ценовая категория, мне кажется. Люкс или ниша? Он тоже где-то посрединке, знаете. Это как бы до ниши не дотягивает. Ну, может быть, слишком просто для люкса, не знаю. Ну, такой классный. Очень приятный. Тип аромата. Наверное, фруктово-цветочный, вот что-то такое. Ноты. Это какие-то фрукты, я не знаю. Мне очень сложно всегда фрукты угадывать, если это не ягоды. Мне кажется, я ягоды так более-менее умею как-то вычленять, а вот с фруктами тут уже сложнее. А сейчас он открывается и больше встает похож на нишу все-таки. Но все равно как-то на грани, я не могу определиться. Ай, мне кажется, какие-то фрукты такие разные. Не знаю, какие. Ванилька. Ванилька, фрукты, какая-то пудрочка. Возможно, белый мускус. Приятно. Не знаю. Не знаю, или я бы вот купила, носила, но после предыдущего аромата такого грубого, такого мужского такого. Сейчас он даже немного закислил. Вот это такая классная. Но это, блин, может, за ниша. Не знаю. Хочу взять, прочитать отгадку. Так. Сейчас будет прикольно, если это вообще дешево, не понятно. Евруша. Блин, вот я так и знала. Я так и знала. Кожа витивер. Капец. Почему я решила, что это фрукты? Верхняя нота таитянский витивер, средние ноты сандал, белый кедр и кожа, базовая нота бобытанка. Капец. А почему я подумала, что это фрукты? Ну, мне с фруктами как бы сложненько, как я уже сказала. Но я не слышу здесь. Не, ну, когда уже читаю, то витиверы вот так вот я бы здесь не... А, хотя я люблю вообще витивер. Сандал, белый кедр, кожа? Ну, разве только... Кстати, может быть, это больше такая замша, вот как какой-то такой чуть-чуть, как будто бы шаренькая, чуть-чуть. Бобытанка, да. Бобытанка, да. Вот все, что я здесь слышу и заявлю, это бобытанка. Почему нет ванили, не знаю, мне кажется, что она есть. Ну, возможно, это бобытанка так играет, да. Если белый кедр, может быть, он такой, знаете, белый кедр, он такой, не грубый, все-таки такой выхолощенный. Вот как доска, вот она спилена, вот такая, знаете, вот доска до такой степени идеально обработанная, что ты проводишь там ладошки или пальцы, и никакой занозы тебе там никуда не залезет. Вот настолько она гладкая. Классный аромат. Блин, это уже второй, по-моему, это и варшай. Но первый был, там с туберозой, как бы, он не вызвал у меня отвращения, но в принципе нормально. А вот этот прям понравился. Что достаточно странно. достаточно странно, потому что и варшай мне как-то не очень. Посмотрим, как я эти ароматы, конечно же, разношу. Правда, не знаю, когда. Вот я не знаю, когда это все сносить, потому что оно куча, куча всего. Все, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, не забывайте переходить в инфобокс, подписываться на канал Кристиана. Всем желаю всего самого классного, крутого, суперового, альфакторных, крутых впечатлений. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok